Здравствуйте! С вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Ильикова. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, у нас других гостей не бывает, академик Российской Академии Наук, профессор, исламовед, востоковед, политолог и директор Координационного Центра Исламика Казанского федерального университета Виталий Вячеславович Наумкин. Здравствуйте! Добрый день! Виталий Вячеславович, вот вы сегодня в гостях в Институте международных отношений и истории востоковедения. Вы читали очень интересную лекцию с утра, потом на пресс-конференции масса интересных вопросов была поднята, поэтому вопросы, которые я вам сегодня хочу задать, они тоже очень широкого спектра, но зайду издалека. Я знаю, что вы занимались и занимаетесь Средней Азией, очень хорошо ее знаете, поэтому хочу вот такой вопрос начать, опять же, издалека. В 2013 году у нас в университете был круглый стол по постсоветским границам. Это был круглый стол с участием международных экспертов, в основном там были британские, немецкие и американские коллеги. Там, например, я делала выступление по конфликтному потенциалу постсоветских границ, выступление получилось такое достаточно резкое, может быть, для коллег. И у нас остался в открытом такой вопрос, насколько ли действительно границы, которые были созданы при образовании СССР, содержат в себе конфликтный потенциал? Вот как вы считаете, действительно ли это источник постоянных и будущих межнациональных конфликтов в таких регионах, как Средней Азии и Кавказии? Вы знаете, на самом деле, естественных и понятных и нерешимых границ столь мало, что в основном они сводятся к одному конкретному случаю, когда эти границы совпадают с границами острова. Вот остров стоит где-нибудь в океане, есть государство, у которого есть эта островная граница. Вот его ничего не угрожает, если там не будет внутреннего раздрая. А межграничных у него, так сказать, проблем, ну, бывает, конечно, есть проблемы, там, в Южно-Китайском море, скажем, да, острова, территориальные воды, кто... Но, в принципе, границ абсолютно, так сказать, гарантирующих их незыблемость и отсутствие конфликтов не бывает. Тем более, когда те страны, которые получают независимость, становятся независимыми государствами, они многократно переформатируются, трансформируются во что-то, происходят там войны, революции, еще какие-то перетурбации сложные. И так и произошло, собственно говоря, в Российской империи. После революции не сразу изменились границы, а была, так называемая, ну, в середине примерно 20-х годов, там, 25-26 год, пошло территориальное размежевание, так называемое, между теми республиками, которые были созданы в Центральной Азии, в бывшей Средней Азии, Казахстан, Закавказье. Они были проведены в результате такой вот внутренней очень большой кампании дебатов, споров, вот нового большевистского руководства, местной интеллигенции, каких-то людей, лидеров этнических групп, конфессиональных групп. И были проведены границы, в результате которых, конечно, что-то было учтено, но во многом там был элемент субъективизма, а был также элемент и целесообразности, связанной с экономическими проблемами, транспортными и так далее. И получилось так, что, скажем, я сейчас ничего не хочу сказать, я ни в коем случае не сужу о том, что кто-то у кого-то что-то отобрал. Но так получилось, что некоторые территории, которые те или иные народы считали своими, они оказались за пределами их территории. Ну, не секрет, что такие два города, как Бухара и Самарканд, они рассматривались значительной частью таджикского этноса, как их исторические, так сказать, столицы. Они оказались на территории Узбекистана. Само их отнесение к этой территории, оно было целесообразно в условиях и географических реалий, экономических реалий. Ну и потом ведь, когда было большевистское коммунистическое руководство, люди думали, что в будущем все будут жить в одном государстве, все сольются в экстазии, будет один народ. И какая разница, по большому счету, там границы. Так же еще и Хрущев думал, когда он Крым передавал Украине и многие другие. И получилось так, что эти границы были проведены так, как они были проведены. Это действительно было одно государство. Границы же были не между государствами, а между административными районами одного государства. Ну кто там думал? Ну подумаешь, тот или иной район отнесен был между Казахстаном и Узбекистаном. Ну отнесли его в Узбекистан или в Казахстан. Да не все ли равно? А потом оказалось, что не все равно, потому что эти административные районы стали независимыми государствами. И кроме этого были действительно спорные районы, такие как Нагорный Карабах, Нахичевань, Абхазия и многое-многое другое. И конечно были заложены, так сказать, туда взрывные какие-то камни, которые потом выстрелили. А в советское время они погашались, потому что был пролетарский национализм, и жили мирно все, дружно, да, что-то в себе копили. Вот как не хорошо бы, конечно, чтобы вот это у нас было. А получилось не так. Кроме этого были попытки изменения этнического баланса. Это тоже очень серьезно. Странное государство вы имеете в виду? Еще в советское время. Хорошо. Про... Вот пример могу привести Грузии на Абхазский конфликт. Вот после того, когда Абхазия вошла в состав Грузии, в процессе вот этого размежевания 20-х годов, и как говорили Абхазы в постсоветскую эпоху, когда вспыхнул этот конфликт снова, он даже вспыхнул на последнем этапе существования Советского Союза, они говорили о том, что за годы пребывания Абхазии в составе Грузии происходила грузинизация постоянная. То есть грузинское население заселяло Абхазию, и грузины, как они считают, на своей территории, где они должны господствовать, они стали меньшинством. 17% населения. Абхазы. Абхазы, простите, Абхазы именно. 17% населения. Абхазы это воспринимают как свою территорию, они коренная нация. При том, что у них религии разные. Религии разные. Да дело не в религии, а дело в том, дело все-таки в этническом компоненте. Понимаете, у Абхазов есть и такая, и такая религия. Понимаете, есть и большинство христиан, есть и мусульмане, но не в этом дело. А дело в том, что этнически это разные народы, и они считали, что их как превратили в меньшинство в результате некой грузинизации. И вот эти вот изменения этнического состава населения во многих регионах, что касается, будь то Карабах, еще какие-то районы. Это очень серьезный процесс, он носит естественный характер. И естественно, когда понятно, что в Грузии, которая была отдельной республикой, понятно, что люди могли поселяться там, где они хотят. Я не думаю, что там была какая-то сознательная, может быть, политика вытеснения Абхазов. А может быть и была, мы не знаем, всякое могло быть. Наверное, это могло быть. И может быть и было даже, я считаю. Но дело все в том, что вот эти вот заложенные, так сказать, бомбы замедленного действия, которые потом взрывались, они все сработали. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о том, когда и где были заложены эти бомбы, они были заложены в этом размежевании. Но обеспечить удовлетворение исторических требований вообще всех народов, всех этнических групп на одной территории, когда идет острое соперничество, очень трудно. Ну, там, наверное, да, вообще невозможно четкие границы этнических групп провести. Очень трудно всех удовлетворить, конечно. Хорошо, возвращаясь все-таки вот к Узбекистану и Таджикистану, к конфликтным отношениям, которые между ними есть. Как вы считаете, дефицит воды, ну, это вообще проблема в Средней Азии, да? А насколько это серьезный повод и вот как раз одна из таких бомб? Конфликтогенных, да, конфликтогенных факторов, да, безусловно. Конечно, это одна из бомб, но эта бомба-то естественная. Потому что есть страны, где переизбыток воды, Кыргызстан и Таджикистан, и есть страны, государства, где нету, не хватает водных ресурсов. И они вынуждены зависеть от соседей. Все остальные, конечно. Кроме этого, есть проблема вообще использования воды, как она. Есть проблема создания ГЭС в верховьях, которые лишают людей, находящихся внизу части этой воды. Значит, есть конфликт, надо договариваться. Есть проблема того, что вода, по идее, должна становиться товаром, а к этому не привыкли, за нее как бы надо платить. И кому и сколько, это тоже вопрос. И есть проблема размена. Скажем, ты даешь мне воду, а ты получаешь энергию за это. Или получаешь, допустим, какой-то товар другой, получаешь зерно или еще что-нибудь. То есть есть партер определенный, который измеряется все равно в денежных единицах, безусловно. И государства к этому не привыкли. Потому что привыкли, что вот как-то договариваются. И с учетом еще политических разногласий и конфликтных ситуаций в Центральной Азии, возникли острые ситуации между Таджикистаном и Узбекистаном. Когда даже на границе минировались определенные районы. И сегодня наметился очень большой прогресс. Особенно при нынешнем руководстве Узбекистана. Уже нормализовались отношения, конфликтность смягчилась. Они начали договариваться, в том числе и построить стугэс. Ведь все можно поделить, во всем можно договориться. Уже визиты начались. И вот это вот можно надеяться, что они договорятся между собой. Они договорятся, эти государства, между собой. Хотя были попытки помочь им решить со стороны международных структур. Там Международного банка реконструкции и развития, Всемирного банка, ООН. И в рамках СНГ были попытки. Но пока сами не договорятся, никто не поможет. И вот сегодня я считаю, что в Центральной Азии есть все-таки шансы договориться. И мне кажется, что ситуация резко улучшается. А в том, что касается Южного Кавказа, здесь ситуация посложнее. Потому что мы знаем, как дело обстоит с Абхазией и Южной Осетией, которые Грузия сегодня не признает как независимое государство. И не решен вопрос с Нагорным Карабахом, где продолжается вроде бы процесс, но никак не получается. Поэтому здесь ситуация посложнее. Но во всяком случае, то, что с 1994 года здесь все-таки достигнуто, когда было соглашение о перемирии, все-таки ситуация более-менее стабильная. Идет мирный процесс, там Минская группа и так далее. То уже хорошо, что все-таки процесс продолжается. Все это просто вопрос исторической перспективы. Вот вы упомянули, и действительно в Узбекистане и в Туркменистане за последнее время все-таки произошла смена руководства. В связи с этим от Узбекистана какие-то ожидания, что будет изменен и политический курс. При этом, что касается России, исследование вашего же института следует, что пошел большой поток миграционный уже в Россию. Большой поток трудовых мигрантов. Как вы считаете, миграционное давление вот с той стороны, оно будет расти? То есть будет он еще дальше расти? Мне кажется, что если говорить о России и Центральной Азии, при нормальной такой ситуации, которая сегодня есть, миграционный потенциал в принципе исчерпан. Ресурса миграционного больше нет. Вот уже так много уехало, скажем, из Таджикистана людей из Узбекистана, что может быть и не слишком много людей еще захочет уехать. Значительная часть работоспособного молодого населения уехала. Здесь есть свои проблемы и с трудоустройством, с проживанием. Мне кажется, что в основном этот процесс затухает, по-моему. Есть особый компонент этого вопроса. Это может быть то, как мы будем относиться в России к мигрантам. Сегодня наметилась тенденция некоторой либерализации подхода. Ведь у нас подход до сих пор был, я бы сказал, не очень логичный. Я считаю, что линия отношения к мигрантам была слишком жесткой. И даже когда к нам переселялись и переселялись, особенно вот в первое время после такого резкого обострения ситуации на Украине, наши соотечественники из Луганска и Донецка, они здесь сталкивались с очень жестким к себе отношением. Со стороны органов власти вы имеете в виду? Со стороны российских органов власти. Потому что заградительность. Да нет, просто тупость, я считаю, в некоторых наших законах, которые, например, требовали у человека отказаться от своего гражданства, чтобы перейти в новое. Ну как может человек из Луганска отказаться от украинского гражданства? Ему в Киев надо ехать, ну кто его там пустит, кто ему чего, какое гражданство. Понимаете, полный абсурд. Надо приглашать людей, помогать им, в том числе и из Центральной Азии, и из Закавказья. У нас в Российской Федерации, если говорить об этнических русских, 80% русских. Понимаете? И если, ну и другие коренные национальности, в том числе там татары, чеченцы и так далее, их тоже достаточно много. Если их вместе собрать, то это будет подавляющее большинство. Ну какие уж у нас так, особенно тут мигранты нам мешают жить. Наоборот, мы нуждаемся в людях, нам не хватает рабочего потенциала. Я не вижу ничего плохого в том, если мы будем предоставлять права гражданства людям, которые знают нашу культуру, умеют говорить на языке. И пусть едут сюда, и таджики, и узбеки, и украины. Я сторонник того, чтобы этих людей принимать, помогать им и превращать их в нормальных, лояльных российских граждан, если они этого хотят. И вопрос как, и вопрос, хотят ли они это. Это да. Поэтому вот следующий вопрос. Опять же, согласно исследованиям, миграционный поток из Средней Азии, это во многом люди молодые, из сельской местности очень часто, без высшего образования. И зачастую вообще с невысоким уровнем образования. Ну, естественно. Поэтому процессы, которые происходят с этими людьми, когда они приезжают, а с Таджикистаном, кстати, вообще там интересная ситуация. Я читала кейсы, кейсы стадии с обратной стороны, с таджикской стороны. Делали исследование, что очень много женщин остается там одни и воспитывают детей, потому что мужья сначала уезжают в Россию на заработки. А потом тут женщин берутся. А потом, да, а потом они не возвращаются вообще. Я знаю, я там много времени провел, я занимался центральными. Я знаю эти семьи. Вот, и смотрите, получается, что этот процесс, он напоминает процессы Европы 50-х, 60-х годов. То же самое Германии, когда сначала турки ехали на работу, возвращались. Гастарбайтеры, гастарбайтеры, гость. Совершенно верно. Рабочий гость, а он не гость, он стал гражданином. Он сначала приехал, поработал, уехал обратно, потом еще раз, а потом уже совсем остался. Да и пусть живет на здоровье, ради бог. В чем проблема? Другое дело, если вы хотите сказать, что он не умеет говорить ни на каком языке, в том числе и на русском. Он, значит, вообще неграмотный, он необразованный. Ну, надо им помогать. А потом его второе поколение, его дети, если они будут учиться в школах здесь, если они станут нормальными гражданами нашей страны, слава богу, мы нуждаемся в свежей крови. Будут ли они оставаться, либо они будут интегрироваться? Вот если они остаются, хорошо, я согласна признать, что не так много мигрантов, действительно. Но вот мы в Казани, например, сталкиваемся с ними реже, хотя говорят, что просто они анклавизируются. Это плохо. Это плохо. Да. Это плохо. Это гетто создаются, этнические гетто. Если люди не хотят адаптироваться, интегрироваться, они же, получается, что они сохраняют свой уклад, от которого они уехали. Пусть уезжают обратно, эти люди. И они меняют среду вокруг себя. Вот как мы на это можем повлиять, и насколько, опять же, вы и с той стороны были, и здесь это очень хорошо знаете. В Турции, с турецкими немцами сейчас это не получилось. У них произошла анклавизация, у них начались проблемы, потому что вот АФД-то, оно, почему позиция так хорошо себя отыграла сейчас, потому что проблема была уже задолго до того. Еще и Тило Сарацин сказал, после него все это накрутилось, накрутилось, вот там предел толерантности какой-то вышел. Во Франции тоже отрицали, отрицали, потом оказалось, что нет. Оказывается, все-таки проблема, потому что люди не хотят интегрироваться. Нет ли такой угрозы для нас? Потому что ведь люди, которые приезжают очень молодые, это не те, кто учился в советской школе. У нас нет с ними общего исторического прошлого. Русский язык они часто тоже не знают. Ну и откуда они будут знать. Значит, в регионах, в том числе и в вашем регионе, плохо работаете вы с мигрантами. Таких людей надо отторгать, которые не хотят здесь становиться нормальными. То есть должны быть заградительные все-таки какие-то меры на езде? Ну, заградительные вы не поможете, а нам нужны рабочие руки, нужны. Если это люди, которые не желают быть нормальными, превращаться в нормальный граждан, то их надо отправлять обратно. Как мы их должны различать друг от друга? Ну, как это видно, у нас будут программы определенные. На основании этих программ разрешать им здесь жить и работать. Или нет? Если это люди, которые не желают ни учить языка, ни нормально жить по законам того, государства и региона, где они живут, то съезжают обратно. Не надо им давать разрешение, должно быть все легально. Понимаете? А, конечно, если как было, но сейчас меняется ситуация, в частности, в Москве. Когда раньше было, когда работодатель там в бараке где-то держит там 50 рабочих, которые кроме себя и строительной площадки никого не видят, мы виноваты. И эти работодатели, их надо наказывать за это. Понимаете? А если мы превращаем этого бывшего гражданина Таджикистана, этнического таджика, зачем он хуже, чем русский или татарин? Если он превращается в нормального человека, его дети пошли в школу, выучили русский язык, а может, они будут толковее, так сказать, наших детей. Есть очень высококолифицированные кадры, которые приезжали от них. Вполне. С советским же образованием. Поэтому, я думаю, это так. А в Европе там сложный происходит процесс. Я, например, тоже изучал эту ситуацию. Вот, например, с немцами было как? Когда приезжают немцы, первое поколение, у них есть проблемы с интеграцией. Они говорят, немцы считают, ладно, теперь второе поколение, дети пошли в школу, выучили немецкий, они стали нормальными гражданами, они уже вот ничем не отличаются от немцев. А потом происходит, знаете, что с ними? Когда третье поколение должно прийти. Нет, эти ребята, особенно мужчины, они должны найти себе жен, создать семьи, которые уже вот второе поколение, да? За них немки или не хотят выходить замуж, по определенным, понятным соображениям иногда, да? Они не могут себя найти, они не могут найти равных себе, потому что те считают себя выше и так далее. Возникают проблемы. Они что делают? Они уже интегрированы сами. Но они едут в Турцию обратно. Они привозят себе жен, которые, ни слова по-немецки, которые абсолютно чуждые культурно. И нужно третье поколение детей этих вот, жен, которых они привезли там из разных селений, совершенно действительно необразованных, неграмотных, потому что это ничего не стоит. Она послушная, покорная, прислаживая. Да, очень удобно. А ее дети уже, их надо снова интегрировать, опять снова начинается этот процесс. Да кто виноват? Ну, точно не эмансипированные немки, наверное. Ваш прогноз по Европе. Я читала ваше интервью 2012 года о том, что поток беженцев в Европе будет только расти. Конечно. Он, ну вот, как мы видим, сегодня оправдался там на 200%. Как вы считаете, будет ли вообще, вот, по вашему мнению, и если будет, то когда начнется именно процесс отторжения мигрантов на уровне именно, там, ну, обычных людей, да? Да, и как с этим, в связи с этим, когда будет откат в право вот такой уже, как тренд мощный? Потому что, ну, вот, месяц назад пошли, прошли выборы в Италии, когда правоцентристская коалиция объявила себя тримфатами. В Италии, Австрии, Венгрии, мы все это знаем. У них совершенно антииммигрантская жесткая риторика абсолютно, вот я ее отслеживаю. А сейчас в сентябре будут выборы в Швеции, со шведами вообще интересно. Они же очень толерантные, но при этом у них самый большой процент на душу населения именно инокультурного, ну, скажем так, мигранта. Больше миллиона на 9 миллионов было в самом начале, сейчас еще больше. И в 2014 году их премьер-министр тогда, Фредерик Рейнфольд, он сказал, что давайте распахнем свои сердца навстречу мигрантам и обнимем каждого. В ответ на это 13% шведов пошли и распахнули свои сердца правой партии, шведские демократы. И сейчас они в сентябре ждут, что еще больше. Да, то есть это тренд-то идет. Вот когда он, к чему он может прийти, по вашему мнению? Когда он остановится или это все вот сметет просто Европу, потому что, ну, не такие они на самом деле толерантные, не такие терпеливые, как может показаться? Вот когда это может ли вот так вот перевернуться? И в какие сроки тогда этого ждать? Никуда не повернется. Старушка Европы не устоит? Думаете. Конечно. Ей нужны тоже люди, во-первых. Во-вторых, это очень волатильная ситуация с настроениями людей. И в-третьих, потом идет такое давление мощное, миграционное, что ему противостоять невозможно. Есть международные законы, есть там Европа, есть ценности, их можно называть хорошими, плохими. Кому-то нравится, кто-то издевается над Европой, но они есть. И давление, поскольку есть, люди хотят жить в Европе, хотят жить в Европе, в этом же дело-то, нравится им там. И туда идут. Это в основном экономические причины. Идут все. Но они же и до арабской весны приплывали. Конечно. Поэтому устоять перед этим невозможно. Там есть и воссоединение семей, и родственники, и все там. Этот процесс пошел. И будет просто элементарный прирост населения, больше среди мигрантов. Все равно это будет. И будет рост населения, вот, не коренного, которое становится коренным. Просто будет меняться этнический и религиозный состав. Да. И с этим Европе придется жить. Я считаю, что вся эта волна вот антииммигрантская, она есть, но она не сдержит этого потока. Может быть, и многие люди, но в Европе все равно можно приехать, устроиться, жить, работать. А потом интеграция все равно как-то идет. Вот во Франции, возьмите, я, по-моему, об этом сегодня говорил, в лекции, на которой вы присутствовали. Спасибо вам за это присутствие. Спасибо за интересную лекцию. Мне очень приятно, что вы там были. Вот я говорю, Франция, да? Казалось бы, вот эти пригороды Парижа, я в них был. Ну, там вообще лучше тем, кто не отсюда, не появляться. Потому что там плохо может это кончиться. Да, неприятно. Входят одни лживцы, и среди них половина безработных, много бан всяких, людей, которые наркотики продают. Но многие из них говорят между собой не только на лживском диалекте арабского языка, но говорят на старом диалекте французского, на жаргоне, на таком разговорном. Понимаете? Они все равно интегрированы. Они все равно связаны с французской культурой. Другое дело, что многие из них и работать не хотят, потому что они получают выплаты. Можно не работать и кое-как существовать. А с другой стороны, их и на работу не хотят многие брать, работодатели. Если я лживец, попробуй устройся. Даже на черную работу где-нибудь там. Понимаете, есть большая проблема. В тюрьмах, я вот видел статистику, я не знаю, в Вельгии, больше 60% это выходцы из Северной Африки, марокканцы и так далее. Понимаете? И дело не в том, что кто-то более законопослушный, кто-то менее. В том, что сложилась социальная ситуация, при которой люди, нарушающие закон, они из этой именно группы. А это воспроизводит снова эту криминогенную ситуацию заново через тех, кто отсидел. Ну, то есть Европе остается только ждать и меняться. Да, конечно, приспосабливаться к этому, конечно. Хорошо. Ну, вот это ваш новый прогноз. Давайте посмотрим, как он осуществится. Давайте посмотрим. Я думаю, что будет некоторая либерализация, видимо, и людям, которые хотят жить, которые не обязательно, которые родились, как у нас сейчас там по закону, в Советском Союзе, а кто не родился. Ну, а хорошо, а если он родился на другой территории, а хочет здесь жить, он все равно жил, его родители, он в Советском Союзе, в России, он хочет быть российским гражданином. Пока еще у нас это постсоветское пространство существует, и есть определенные узы, почему же нам не принимать этих людей. Мы способствуем тому, что мы сохраняем свое влияние на этих людей, на эту территорию. Ну да, это, наверное, важно. Мы обсуждали с юристами вот этот вопрос, почему, например, соотечественникам или бывшим соотечественникам так сложно въехать. И оказывается, что это просто какие-то юридические тонкости, которые... Да, это не тонкости, это неправильная политика. Давайте прямо говорить. Неправильная миграционная политика наших властей. Какие там тонкости? Никаких тонкостей нет. Легко можно вот так все сделать. И в той же Думе у нас есть депутаты, которые с прекрасными проектами выступают. Константин Федорович Затуллин. Он большой, так сказать, опытный теоретик и практик вот этого решения миграционного вопроса. В интересах России. Он патриот русский, российский и русский он. Понимаете? И у него очень разумная политика, которую он предлагает. Я думаю, что, может быть, вот сейчас новыми законопроектами, так сказать, удастся это решить. И регионы, особенно благополучные, где нужна рабочая сила, тот же Татарстан, богатый регион, с богатыми возможностями. Можно решить эти вопросы. Наоборот, я считаю, что такой регион, где исламское население, есть исповедующий исторический ислам, не обязательно все верующие. Но оно может, наоборот, как раз помогать решать вот эти вопросы с интеграцией мигрантов из Центральной Азии. Может быть, проще это сделать в Татарстане, чем, допустим, там, я не знаю, в Московской области. Но иммигранты из Средней Азии как раз с большим... Они больше в Сибири, там, где по Багу. Они считают, что здесь более благожелательный для них регион, и по исследованиям с большим удовольствием едут сюда. Ну и хорошо, что если они никому тут не мешают и не перебивают работу местных жителей, чего не должно быть. Это очень важно. Это важно. Хорошо. Но все-таки прогноз мы запомнили, будем ждать. Теперь, что касается вот сейчас, есть такая концепция, что идет глобальный конфликт Востока, Арабского Востока и консолидированного Запада. Ну или вот концептуально. Ну где он там консолидированный, этот Запад? Ну вот как концепт, да, мы все равно всегда говорим, вот есть Запад, есть Восток, и они никогда не сойдутся. И вместе им не садись, как Киплин говорил. Да, да, как раз про это. Вот как вы считаете, это что, это война цивилизаций или это религиозные войны, потому что если мы говорим про все-таки Арабский Восток, то там люди встают под знамена. Это нельзя отрицать. Или это все гораздо позаичнее, и это война за ресурсы. Борьба за ресурсы, потому что народное население растет, воды становится меньше. Ну, такие очень прозаичные вещи. Все-таки что это? Нет, ну это все вместе. И ресурсы, и ресурсные войны, информационные, политические. Все вместе. Вот это перемешалось в такую мощную кучу большую, тяжелую, где люди, элиты, манипулируют вот этими ниточками для того, чтобы добиться каких-то своих эгоистических, как правило, целей. Я так считаю. Если бы не было элит, которые манипулируют недовольством, несправедливостью, вот этим большой разницей между ресурсными и иными потенциалами, доступом, я не знаю, к образованию, к работе, к управлению ресурсами, к политике, к участию в общественной политической жизни, к какому-то росту, отсутствию лифтов там вертикальных, дискриминационные процессы, будь то этническая дискриминация, религиозная, все это вместе перемешивается и вызывает вот такие проблемы, которые заставляют часть людей обращаться к таким радикальным формам религии, ну, в частности, к радикальному исламу, для того, чтобы противопоставить себя. И, может быть, где-то это оградительная реакция, где-то, наоборот, это такая агрессивная инвазия в какое-то общество, которое кажется чуждым, неприемлемым. Разные есть формы, нету одного процесса. Я бы не сказал, что есть какая-то война между исламским миром, или ближневосточным, или арабским, и западом. Нет, я бы так не сказал. А почему только арабским? Смотрите, сейчас Турция вроде бы уже почти вошла в Евросоюз. Уже там было к ней, я не знаю, 58 требований, или я забыл, сколько лет в Евросоюз, они уже большую часть решили. Все остановилось все. И сами не могут свои вопросы решить внутри. Все больше и больше конфликтов у Турции с курдами. 20% в Турции населения курды. Курдский вопрос не решается. Смотрите, Сирия, смотрите, Ирак, смотрите, Совет Сотрудничества Арабских государств Персидского залива, региональная организация богатых, монархий Арабского залива. Вот казалось бы, вот так, они уже чуть ли не объединились. Вдруг бах, сейчас катарский кризис, и Саудовская Аравия вместе с Эмиратами, с Египтом против Катара. Уже чуть ли не блокада началась с Катара. Понимаете, есть какие-то дезинтеграционные процессы в мире, которые раздирают прежде компактное сообщество. Объективные процессы? Ну, посмотрите, в Европе, ну, смотри, Евросоюз. У нас же на всех факультетах, включая мой родной факультет, где я тоже преподаю мировой политике МГУ, есть целые курсы европейской интеграции. Есть люди, которые книги пишут, институт Европы, там, многие. Уже можно писать дезинтеграцию. Понимаете? А уже что началось? Британия? Почему? Как? Почему? Сегодня большинство вроде бы людей себя проклинают за то, что они проголосовали за Бориса Джонсона, который был главным проповедником Брэксона. Но не важно, что они считают, важно, что это произошло. Идет дезинтеграция какая-то, идет обострение соперничества в мире. Мы не всегда можем проследить вот эти ниточки, которые связывают вместе регионы разные. И поэтому я бы не сказал, что речь идет только о противостоянии Запада и арабского мира или мусульманского мира, как хотите. Речь идет о более широкой такой, я бы сказал, эрозии вот этой вот интеграционных схем различных в мире, которые трещат по швам и увеличивают число конфликтных узлов и территорий. То есть маятниковый процесс. Ну вот, можно сказать, что и так. А вот на лекции вы, интересно, такую вещь говорили, что касается, например, арабского Востока, то у них был период, когда этнический национализм или политический национализм, он был главенствующий. Светский, естественно. И потом вот сейчас он сменился очень религиозными устоями. Как вы считаете, с чем это связано? То есть это направленный кем-то процесс? Или он опять-таки объективно, исторически пред... Нет. Светский национализм из себя и сжил. У него не получилось. На арабском Востоке или вообще? Да, на арабском Востоке. Именно на арабском Востоке. Что было три ключевых течения арабских националистов после Второй мировой войны. Это так называемый насыризм. Это Гамаль Абдонаср, лидер Египта, который совершил там антимонархическую революцию, создал свою систему, три лозунга, свобода, социализм и единство арабское. Вот всех объединить арабов, будем хорошо жить. Не вышло. Да? Не вышло. Ничего не вышло. Была объединенная арабская республика. 58-й год, в 61-м распал, и все, больше ничего не произошло. Да. Дальше. Боасисты. То же самое. Похожие лозунги, похожие идеи. Они правили в Ираке и в Сирии. В Ираке кончилась власть боасистов. Кончилась печально, как мы видим. Саддам Хусейн, да? Сам себя, можно сказать, съел своими глупыми войнами, которые он начал. Может быть, и мог бы продолжать, если бы не это. Посмотрите, что в Сирии сегодня происходит. Держится режим, во главе которого стоит партия БАС. Есть эта элита, они держатся. Но все равно эрозия вот этой идеологии самой светского национализма, она уже произошла. И отчасти сам раскол в сирийском обществе, где есть оппозиция исламистская и так далее, он показывает, что надо что-то делать, чтобы вновь склеить это общество. И мы пытаемся помочь им склеиться обратно, достичь национального примирения. И у палестинцев движение арабских националистов. Значит, был насыризм, баасизм и движение арабских националистов, из которого вышел Демократический фронт освобождения Палестины, Народный фронт, еще там другие фронты. Они сегодня есть, они действуют, но они не господствуют в палестинском движении сопротивления. Там все-таки господствуют ФАТ и исламистский Хамас. Эти партии отодвинуты на второй или даже на третий план. И решить проблему палестинскую методами, которые они предлагали, не удалось. То есть произошла некоторая идеологическая дискредитация этих движений, которые перестали пользоваться поддержкой населения. И маятник шатнулся опять в сторону исламистов, которые были слабыми. Были когда-то и марксисты, они предлагали свои рецепты, как мы знаем. Рецепты там пролетарского интернационализма, революции социалистической. Это тоже не прошло. И не проходило в свое время, потому марксисты были сильными одно время. Но не нравилось людям что? Не нравился атеизм и не нравилась идея классовой солидарности. Когда палестинские коммунисты, я это помню, времена, когда они там говорили, что вот там палестинские трудящиеся, да, пролетарии, еврейские пролетарии, они братья. А они не хотели быть. Они не хотели быть. А националисты говорили, нет, у меня брат, я пролетарий, у меня брат палестинский капиталист, но мы договоримся. А вот еврейский мне не брат. А они пусть между собой. Понимаете? Разные подходы. А сегодня исламисты, они сказали, а ль-ислам гул халь. То есть, ислам это решение. Но с исламом тоже не получается решение, тоже некая дискредитация. А что будет завтра, мы не знаем. Хорошо. А мы опять посмотрим, что будет завтра. Да, мы все время с вами будем везде смотреть. Дай бог нам досмотреться. И можно последний вопрос. Вот в северо-западной части Индийского океана есть такой интересный остров Сокотра. Чем он интересен? Я его увидела просто, скажу, у своих знакомых итальянцев на фото, на съемках, что очень красиво. При том, что в Италии самое очень красивое. Когда такое открытое восхищение. Наверное, там что-то такое необычное на этом острове. Чем он примечательен? Ну, во-первых, это мое самое любимое место в мире. Я люблю этот остров. Я, можно сказать, я никогда ничем не хвастаюсь. Но могу похвастаться перед вами, что все-таки я какой-то первооткрыватель его. Потому что работы по Сокотре в основном это мои работы. Они опубликованы везде. В Европе, в Соединенных Штатах. Мои книги о Сокотре. Я там провел много времени. Я продолжаю этим островом заниматься. У меня очень много публикаций на русском языке. Было много экспедиций, которые я возглавлял. Как этнолог. Да, да. И лингвист тоже. Потому что я говорю на сокотрийском языке. Это уникальный древний язык сокотрийский. И у меня много трудов. Вот последний вышел два года назад в Голландии. В Лядене Брил. Это результаты многолетних исследований сокотрийского языка. Их там фольклор. И корпус текстов сокотрийских. Сейчас выходит, через 2-3 месяца выйдет второй том. 750 страниц. Я и молодые мои коллеги, которых я превратил в коллектив сокотраведов. И в следующем году выйдет третий том. Дальше пойдут следующие публикации. Это целая библиотека. У нас у российских ученых одна из небольших областей. Из немногих областей науки. Востоковедная. Где у нас абсолютный приоритет. Нас никто не догнал пока. Понятно. Тогда сначала ознакомимся с вашими работами. И следующую встречу как раз... Я вам пришлю в подарок свою книжку. Ловлю на слове. И следующую встречу как раз прям подробно-подробно. А можно я вас попрошу тогда пожелать нам удачи, хорошего дня. Именно на сокотрейском. Никогда не слышала этого языка. Нет, на сокотрейском. Или как там принято. Потому что это же не только лингвистика. Это же еще очень большой этнический какой-то традиция. Нет, это совершенно другие, понимаете. Если мы говорим, да, человек, я спрашиваю, как вы поживаете, как вы себя чувствуете. А по сокотрейски, когда человека приветствуют, ну, кроме того, что просто говорит обычное, там, здравствуй и так далее. Есть такая фраза, которая заменяет собой, там, арабская кейш, аль-халь, там, как дела. А сокотрейцы говорят, пихи-бикингар. Это значит, нет среди вас никого больного, вопрос. Нет ли среди вас больного. Все ли здоровы. Там есть масса звуков, которые вымерли во всех севитских языках. Они древние. Это далекой древности были в прасемитских языках, в древней предтече арабского. Так называемые латеральные боковые звуки, такие хи-бл и так далее. Вот они сохранились в сокотрейском. Это язык глубокой далекой древности в Аравии. И это тот самый глубокий субстрат аравийского наследия, который оставался неизучным, благодаря вкладу наших ученых российских, он становится известным. И чего же принято желать при прощании? Ну, только здоровья. Поэтому я вам желаю здоровья, счастья, успехов, всего остального. По-русски пожелаю, а по-сокотрейски на следующий раз оставлю. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня был академик Российской Академии Наук. Профессор Исламовед, востоковед, сокотровед теперь мы знаем. Давай, пожалуйста. Виталий Вячеславович Наумкин, большое вам спасибо. Вам тоже. Спасибо, встретимся скоро. Виталий Вячеславович Наумкин 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 Виталий Вячеславович Наумкан